рак это клетка бунтарь у вас в организме все клетки взаимодействуют друг с другом они живут в одной системе в одном круговороте и поэтому ваш организм долгое время может быть здоровым целостным несмотря на то что мы одно другое болит рак это некая клетка в организме который не хочет жить так как требует система вашего тела рак это и есть человек на нашей планете который не хочет жить по системе которые существуют на планете а хочет рубить леса высушивать озера понимаете уничтожать мир то есть это и есть в принципе вот что такое рак эта клетка бунтарь мне кажется что конечно же лекарства от рака в любом случае есть она она наверное где-то на поверхности лежит вот я вот много читаю о том что у самой как бы папа умер от рака я знакома с этой болезнью лечение где-то очень наверху слишком копаются все внутри пытаясь найти но люди я заметила которым суждено выбраться которым суждено выжить они выживают выкарабкиваются встают на ноги идут живут дальше к сожалению те кому не суждено я верю в некую судьбоносность у них не получается чтобы они не делали плюс рак коварная болезнь его обнаруживают как правило всегда уже на последней стадии когда уже совсем совсем поздно очень тяжело помочь но мне кажется что что рак это некое кармическое заболевание для человечества как показания того как человек ведет себя по отношению к земле на которой он живет мне иногда так кажется я очень много о нем изучала потому что я с той проблемой жизни столкнул конечно жалко очень когда погибают дети мне кажется вот как-то они достойны как никто другой продолжение жизни вы знаете в последнее время там интернет пестрит там типа сода помогает от рака это потом второй пишет да вы знаете обществу не нужны вакцина от рака обществу нужны больные люди вот он пишет и вот там все будут друг друга поэтому рак никогда никогда вам не не скажет общественности вакцина от рака может быть здесь тоже есть какая-то доля правды может быть почему вот мы не можем это отрицать может быть кому-то там не хотят вот надо чтобы работала вот система медицины которая существует у раковых больных ведь там такие огромные затраты денег после вот этой вот облучающейся терапии как она называется там у человека настолько снижается иммунка что даже элементарный герпес у него вскакивает на губах он не лечится простыми лекарствами которые вы пошли там помазали я не знаю там начинается там очень дорогое лечение дорогущие просто вы понимаете вот это вот поэтому здесь очень сложно есть я уверена что есть вакцина от рака но я просто порой кажется что может быть кому-то это не нужно